Всем привет! Меня зовут Даша Кей. Сегодня я буду делать макияж Дженнифер Лопес. Она абсолютно икона. Я буду сегодня делать макияж в коричневой гамме. Погнали! Посмотрим, как у меня получится повторить ее макияж. Я буду использовать тональный крем от Lumine. Он такой полупрозрачный, на него хорошо наслаиваются другие продукты. Я буду смешивать два оттенка. В центр лица наношу более светлый. Уже буду делать контуринг. А по краям более темный. Оттенок Ten на скула. Это все смешается. Насколько я помню, Дженнифер Латинос, и у нее все оттенки кожи более загорелые. Сегодня я буду использовать много бронзера. Такая вот сияшка получается с этим тональным кремом. Вот ей 50 лет, и я хочу выглядеть так в 50. Она абсолютно не стесняется своей внешности. Даже в ее возрасте она появляется без макияжа в инстаграме. Такому остается только завидовать и ухаживать за своей кожей. Чтобы убрать блеск, я нанесу сейчас пудру. Нужно периодически мыть вот этот вот спонжик. Если вы наносите прямо им, у меня он сейчас идеально чистый. Люблю эту пудру. Она очень мелкодисперсная. Главное не перестараться. А потом в процессе носки макияжа раступает естественное сияние, которое так нам нужно. Сейчас лицо выглядит намного намного лучше. Нет этого жирного блина. Мы подготавливаем лицо как нашу базу. Основу для нанизывания остальных этапов макияжа. Поэтому я буду использовать контуринг. И сделаю себе красивые скулы. Как у Джейло. Это красивый холодно-коричневый оттенок. Я буду его использовать вместо контуринга и бронзера. Скулы у нее высокие и их откровенно видно. И я хочу добиться такого же эффекта при взгляде в анфас. Чтобы скулы прям выделяли. Также я подчеркиваю нижнюю часть скулы. И делаю ее параллельно верхней. Минус этой кисточки. Она, конечно, безбожно осыпается. Но тушует прекрасно. Лицо стало смотреться структурнее. Нужно теперь проработать нос. У Джейло достаточно широкий нос. И как будто бы немножко сломанный. Я бы не хотела его прям точь-в-точь повторять на себе. Для этого достаточно сделать неаккуратный контуринг. У нее есть приплюснутая горбинка в этой области. Поэтому я не буду слишком сужать нос. Чтобы больше получилось похоже на нее. Стандартов красоты. И там супер узкий нос. Огромные глаза и большие губы. Кому-то нравится. И вот заворачиваю на внутренний уголок. Делаю чуть шире это пространство. Буду дополнительно использовать тональный светлый крем в трассе. Дополнительно отскульптурировать его. Носик я откорректировала и сделала его подчетче. Также сделала более четкие формы. Какую-то квадратную структуру ему придала. Давайте пододвинемся немножко поближе. Сейчас я хочу нарисовать себе брови. Брови как у Джейло. Они у нее светлые, прям коричневые. Рисовать я буду карандашом Anastasia Beverly Hills. Достаточно светлый карандаш. У нее широкое начало брови. И оно идет прям наверх. У нее очень лифтинговые брови. Не знаю, что-то она с ними делает. Либо они у нее такие по природе. Чтобы не переборщить, я маленькими штришками продвигаюсь от начала бровки. Очень боюсь переборщить бровями и сделать из себя Ким Кардашьян. Рисую бровь только поверху. И буду зачесывать свои маленькие волоски наверх. Вот такая бровь у меня получилась. Сейчас буду зачесывать ее гелем. Использую вот такой вот прозрачный гель. Поднимаю бровки наверх. Просто сравните эту бровь и здесь. Какие брови вообще вы носите? Мне интересно, в 2К23 почти. Я нарисую сейчас такую же широкую бровь с этой стороны. Главное не переборщить с цветом. Мне кажется, они стали сестренками как минимум. Я нарисовала 2 бровки. Вот как это получилось. Я перехожу к макияжу глаз и буду использовать вот такую вот палеточку от бренда Influence. Химера. Эта коллекция как раз таки создана для того, чтобы перевоплощаться. Поэтому мы с вами сегодня перевоплотимся в Джейло с помощью, собственно, вот этого вот оттенка. Мне очень понравился, как он смотрится на руке. Это идеальный бронзовый оттенок для того, чтобы сделать смоки Джейло. Для начала я возьму базовый коричневый оттенок, вытягиваю все к виску, темнело складочку века. Я набираю прям вот этот вот оттенок пальчиком и ставлю на центр века. Мне нравится, как он раскрывается прямо на коже, поэтому я не буду делать никакую подложку. У меня тут только тональный крем. Снова набираю и на другое веко. С моим, конечно, цветотипом мне очень идут такие оттенки, которые используют макияжи Дженнифер Лопес. Это все натуральные, зеленоватые, коричневые оттенки. Очень красиво они смотрятся на глазах. Теперь я смешиваю темно-коричневый и холодно-коричневый оттенок. Буду наносить этот оттенок еще глубже в складку. Беру чистую кисть и подтушевываю край теней. Я его ввожу прямо на висок. На нижнее веко я смешаю точно так же эти два оттенка, только возьму маленькую кисть. Тушуем нижнее веко и прям низко его спускаем. У Джей Ло оно всегда накрашено очень низко и выведено в такую стрелочку, направленную к виску. Сверху я использую вот этот вот оттенок, чтобы чуть-чуть раздвинуть глаза. Сейчас я нанесу тушь и глаза будут прям играть и сверкать. Мы из этих ресниц должны сделать наклеенные. Прям густо-густо прокрашиваю их. Теперь мне нужен карандаш Каял. Им я пройдусь по нижним ресницам, возле них, но не заходя на слизистые. Заполняю пустоты. Главное не перетемнить. Этот макияж не должен добавлять возраста. У Джей Ло всегда идет акцент на анти-эйдж эффект. Сверху делаю то же самое. Прохожусь только возле корней ресниц. Подкрашиваю свои светлые реснички. И внутренний уголок глаз прокрашиваю только корни ресниц. Я быстренько хочу сделать прическу Джей Ло. Для этого нам нужен объем. Очень много объема. Я использую старую добрую технику начес. У меня также нагревается плойка. Я завью только пряди у лица. Вот так вот. Вау! Я подвиваю только самые кончики. Вот такая вот у меня получилась укладка. Но, конечно же, у нее волосы намного светлее. Поэтому я решила использовать вот такой вот спрей блонд. Нанести его на волосы и посмотрим, что из этого получится. Я уже ничего в этой жизни не понимаю. Но, мне кажется, я становлюсь светлее. Я переоделась в платье-пиджак. Безумно мне нравится. Я стала как будто бы эмилирована немножечко. Я хочу вернуть лицо сияние. И поэтому нанесу вот такой вот хайлайтер. Это гелевый хайлайтер. В нем собраны розовый и золотистый пигмент. Он легко ложится поверх макияжа. Я ставлю прямо на яблочко вместо румян. Нанесу также на ключицу. Тоненькую полосочку рисую в начале носа и на кончике. Джей Ло, конечно, это про сияние. И кожа, заметьте, даже после пудры изнутри как-то подсвечивается и смотрится очень живо. Переходим к губам. Самая запоминающаяся часть Дженнифер Лопеса это губы. И их я буду рисовать вот таким вот карандашом. Они сочные и постоянно очень увлажненные. Использовать карандаш в 02 оттенке Химера. Буду рисовать контур. Это коричневый карандаш. Им можно сделать любую форму губ. Он фиксируется, поэтому нужно держать рядом с собой кисточку. Плоскую кисточку, которой вы будете растушевывать контур. У Джей Ло вытянутые губы. Они достаточно длинные. Аккуратно, не подбирая сильно к краям. Растушевываю его, чтобы он выглядел более натурально. Эту коллекцию со скидками можно купить в Литуале. По ссылке можете перейти внизу. Но офигенно. У меня этот карандаш сразу же сассоциировался с Джей Ло. Я не могу оторваться от губ, которые получаются после этого карандаша. Главное не забывать закрывать, потому что карандаш гелевый и он фиксируется. Я бы уже оставила даже прям так. Но поскольку Джей Ло постоянно использует блески, я тоже использую блеск помаду. Я использую вот такую вот помаду. Она как блеск, очень увлажняющая. Вот такая вот у меня Джей Ло получилась. Я бы повторяла его из раза в раз. Это вот прям тот макияж, который хочется носить каждый день. Он выглядит очень дорого. Его можно повторить на любом, в принципе, цветотипе. Будь то ты смуглянка, будь белоснежка. Сейчас все наносят коричневую помаду и делают вот этот вот эффект Джей Ло. В этом образе можно пойти даже на празднование Нового года. Пишите в комментарии, какие еще знаменитости вы хотите, чтобы я повторила. А я пойду куда-нибудь хожу в таком прекрасном образе. Надеюсь, никто не заметит, что я покрашена из баллончика. А с вами была Даша Джей Ло Гей. Пойду слушать I Ain't Your Mama. И, собственно, увидимся в следующих видео. Пока-пока.